Физкульт привет, друзья и ученики! Так обычно начинают свои видео уроки Егор Рубанович, с которым мне посчастливилось познакомиться и стать его заочной ученицей. Никогда бы не подумала, что буду заниматься спортом, посещать тренажерный зал. С детства я не любила физкультуру, считала, что спорт это не мое, но жизнь распорядилась иначе. Несколько лет назад я попала в ДТП, получила травму спины. Не хватало какого-то соединения в поясничном отделе, предгрыжевые состояния и к тому же сколиоз. Врач порекомендовал нарастить мышечный корсет. Тренажерного зала я боялась, но пришлось идти навстречу своему страху. Не зря говорят, идите навстречу страху, там скрывается ваше счастье. Доверить своей тренировке тренеру я побоялась, и не зря. Начала изучать, как тренироваться при грыжах и протрузиях, нашла канал в Ютубе Егора Рубановича, задавала ему под видео, а потом и ВКонтакте в сообщениях многочисленные вопросы, на которых всегда получала ответы. Спасибо! Егор открыл бездонный мир бодибилдинга. Сколько всего нужно было мне изучить, разложить по полочкам в голове всю информацию. Поначалу в голове была полная каша. Я пересмотрела более полторы тысячи видео о тренировках. Так много противоречий в интернете. Основой фундаментов моих знаний и тренировок стали видео из статьи Егора Рубановича. Узнала из статьи Егора ценную информацию о питании. Оказывается, метод, по которому, кстати, продолжают тренировать наши тренера, сначала сидеть на массе, а потом на сушке, это позапрошлый век. Помните, как говорила Людмила Гурченко, женщина не гармошка, она не может постоянно растягиваться и сжиматься. Егор объясняет, как набрать сразу сухую мышечную массу. О жиросжигании Егор пишет, что для похудения необходимы гормоны, которые выделяются во время тренировок, правильных тренировок. Недавно ко мне обратилась девушка, которую тренер отправил на фитнес, мол, похудеет сначала, а потом будем качаться, а то под жиром будут расти мышцы и будут еще страшнее. Таких ерестей сплошь и рядом, не говоря о том, что неправильной техникой калечат людям спины, колени, что часто приходится наблюдать в залах. Спасибо Егору! Учит, как беречь колени, укреплять с помощью тренировок кости, сухожилия, связки, спину, лечить протрузии, грыжи. На канале Егора узнала, как правильно садиться на велосипед, чтобы не убивать колени, а также, что беговая дорожка вредна, по ней только ходить можно. О вреде классического кардио и преимуществах интервального кардио. Если бы я всего этого не изучила, страшно подумать, как бы меня покалечили эти чудо-тренера. Тренируюсь, как учит Егор, с периодизацией, что необходимо для натуральных атлетов. Тренировки на гликолитические, медленные и промежуточные мышечные волокна, плюс привязываю периодизацию к женскому циклу. Первые полгода тренировалась на силу 6-8 повторений и статодинамика. Неделя силовая, неделя статодинамика. Через полгода подключила тренировки на промежуточные мышечные волокна, как и учит Егор. Конечно, на практике дропсеты редко получаются у меня такие строго математически верные, как описанные в статьях у Егора. Моя тренировка начинается с 5-минутного кардио, люблю велосипед, подготавливаю таким образом коленные суставы, разминка, экстензии с легким весом, как учит Егор. Теловая часть в тренировке 40-50 минут. Начинается с гормоновыбрасывающего упражнения, список которых есть в статьях. Единственное, что я изменила, не делаю линейных тренировок, когда на одну и ту же мышечную группу одно упражнение за другим. Я чередую, как и в статодинамике. Так успеваю отдохнуть и снизить катаболизм. Завершаю тренировку растяжкой. О пользе растяжек Егор много говорит и пишет. И зарядка для профилактики межпозвонковых грыж. Люблю придумывать способы делать упражнения без помощи партнера. И как сделать обратную экстензию, русские наклоны, когда в зале нет хороших тренажеров для этого. Выкладываю все это на своем канале и в своей группе. По профессии я дизайнер. Нетривиальный подход ко всему. Придумала упражнения гравитация. На гравитроне невероятное ощущение гравитации. Наверное, поэтому этот тренажер так и назвали. Аналог вышагивания на тумбу без вреда для колен. Также становые тяги, когда блины маленького диаметра, на подставке для брусьев и с гантелями с очень глубоким приседом. Егор поддерживает трудные периоды. Не дает опускать руки. Вдохновляет. Цветные люди помогают жить и развиваться. Сидение на стуле более 20 минут подряд приводит к грыжам и протрузиям, о чем предостерегает Егор. Недавно узнала, что асимметрия также ведет к грыжам. Сейчас делаю реабилитацию. Выравниваю асимметрию своих мышц. Делаю несимметричные тяги для спины. Выравниваю размер ягодиц с помощью изоляционных и базовых упражнений. Также обязательно перед тренировкой массирую мячиком мышцы. Триггерные болевые точки, которые не дают мышцы сокращаться, развиваться. Также включила в свои тренировки упражнения на косые мышцы живота. От слабости этих мышц многие проблемы. За время тренировок укрепила мышцы тазового дна. Подняла опущенную матку. Накачала интимные мышцы. Разработала для этого свою методику. Вы еще не ходите в тренажерный зал? Тогда это мотивация для вас. Для чего нужны правильные тренировки? Мышцы, второе сердце. Лимфатическая система, наша очистка организма, не имеет своего сердца. Ее сердце, мышцы. Нормализует артериальное давление. Чистит сосуд. Омолаживает организм за счет гормона роста. Чем больше мышц, тем легче быть стройным. Ускоряет метаболизм. Без силовой работы после 20 лет теряется каждый год от 30 грамм мышц в год. Тело становится рыхлым, дряблым. Силовые тренировки укрепляют кости. Без тренировок кости становятся пористыми. Тренировки делают кости прочными. Мышцы делают корсет для всех костей и суставов. Прокфилактика диабета, так как увеличивается метаболизм глюкозы. Лечение протрузии, межпозвонковых грыж. Улучшается осанка при грамотной тренировке. Поднимается опущенная матка. Качаются интимные мышцы. Укрепляются колени. Повышается иммунитет. Гибнут микробы. Варикоз из-за недостатка мышц кровоснабжения. Мышцы помогают гонять кровь. Стимулируют более интенсивную выработку мозга, дофамина, гормона счастья, уверенности в себе. С уважением, Ольга Качан.